Мы с вами в прошлый раз дали определение предела последовательности. Давайте я напомню, что мы говорим, что число А, предел последовательности АН. Так, давайте мы поработаем немножко. Так сказать, если для всякого эпсилон большего нуля найдется номер Н, начиная с которого АН минус А меньше эпсилон. Меньше эпсилон. Значит, мы с вами дали также такую геометрическую интерпретацию понятия предела, что определение означает следующее, что какой бы интервал, содержащий точку А, я не взял, в нем лежат все члены последовательности, кроме, быть может, конечного числа. Или, что эквивалентно, и в прошлый раз мы это доказали, в этом интервале лежат все члены последовательности, начиная с некоторого номера. Значит, это то же самое, что написано здесь, только отличие в том, что здесь интервал симметричный, да, А минус эпсилон до А плюс эпсилон, а там любой. В прошлый раз мы установили, что это определение равносильны. Значит, очень рекомендую вот это осознать, что они равносильны. Значит, из этого сразу вытекает, что отбрасывание конечного числа элементов последовательности не влияет на ее сходимость и значение предела. Поскольку вы каждый раз говорите, что нечто должно выполняться для всех, кроме конечного числа. Вот в это конечное число могут войти и те, которые вы собрались выбросить или добавить. Понятно, да, они никак ничего не испортят к понятию предела. Теперь еще одно важное утверждение, которое мы с вами в прошлый раз сформулировали и в конце доказали, это что пределов, число пределов не превосходит единицы. Ну и я напомню, на картинке доказательство было, оно записано у вас, было таким, в общем, очень простым. Пусть предела 2, это два числа А и Б различные. Тогда возьмем интервальчик вокруг А, интервальчик вокруг Б так, чтобы они не пересекались. И это сразу же войдет в противоречие с определением предела. Потому что по определению и там, и там должны лежать все члены последовательности, кроме, быть может, конечного числа. То есть и там, и там лежит какой-то, уж по крайней мере, член последовательности. Понятно, один и тот же. Но они не пересекаются. Значит, это невозможно. Откуда возникло противоречие? Из того, что мы предположили, А не равно Б. Вот, тем самым мы видим, что 2 и больше пределов быть не может. Но вопрос, а бывает ли, что предела вообще нет? Вот мы с вами в прошлый раз разобрали несколько важных примеров, да, когда предел есть. Мы показали, что 1n стремится к нулю, 1 на 2 в степени n стремится к нулю. Было такое дело? Вот, ну и может сложиться, что смотрите, какое классное утверждение. Здесь говорится, что их не больше одного, а мы тут предъявили, когда один предел есть. Ну и вдруг так не бывает, что предела вообще нет. То есть какую последовательность ни возьми, у нее сразу раз и предел. Ну вот давайте приведем пример, что бывает, когда предела нет. Значит, возьмем такую последовательность а n, это минус 1 в степени n. Значит, вот у этой последовательности предела нет. Почему у нее нет пределов? Значит, ну давайте нарисуем для начала эту последовательность. Значит, она идет сначала минус 1, потом 1, минус 1, 1. Вот такая скачущая последовательность. Ну, начинаем доказывать, что у нее нет предела. Ну, смотрим. Какая точка могла бы быть ее пределом? Ну, например, могла ли быть точка 0 ее пределом? Нет, потому что мы можем указать окрестность, в которой вообще точек нашей последовательности нет. Не то, что там не лежит, так сказать, лежат все, кроме конечного. Да, не лежат все, кроме конечного, а лежат какие-то. Там вообще никто не лежит. Так? Хорошо. Ясно, что я возьму другую точку, если это не единица и не минус единица, то тоже так указывается окрестность, в которой вообще точек последовательности нет. Хорошо, осталось две волшебные точки, единичка и минус один. Но можно что сделать? Взять такую окрестность единички, в которой что? Что? Про которую неверно, что там лежат все члены последовательности, начиная с некоторого номера. А именно верно более того, мы в прошлый раз с вами строили отрицание к понятию предела. Что мы можем сказать про эту последовательность? Что какой бы я номер N далекий не взял, здесь найдется точка, которая в той окрестности не лежит. Понятно? Понятно? Точно так же устроена окрестность минус единички. Найдется для всякого N номер больше его, для которого точка не лежит в этой окрестности. Получается, что я для каждой точки прямой проверил, что она не является пределом. Отсюда, конечно, видно, что это какая-то безнадега. Но это с этой последовательностью мы так разобрались, что у нее нет предела, правда? Но будь она посложнее, ну и замучаешься проверять, что какие точки являются пределами, а какие то, что каждая из точек не является пределом. Про каждую пойди проверь, что там какая-то окрестность есть и так далее. Поэтому в будущем для нас будет важно определить предел последовательности, не используя сам предел, точнее его значение. Научиться говорить, что значит последовательность сходится или не сходится, не используя значение предела. Чтобы, например, не перебирать в каждом случае все точки и проверять для каждой из них невыполнение определения. Вот, это на будущее будем иметь в виду. А пока просто вот пример, когда предела нет. Подвините руки, кто понял. Ладушки. Так, теперь, значит, давайте мы продолжим выяснять, какие бывают свойства у последовательностей, у которых все-таки есть предел. Значит, ну и вот следующее утверждение, ну или ТАЭМа, как хотите. Давайте ТАЭМа. Ну их таких ТАЭМ сейчас будет много. Значит, называется об ограниченности. Если последовательность АН сходится, значит, я не помню, говорил я отдельно или нет, но слово сходится означает просто, что у нее есть предел. То есть есть такое А, которое является пределом для этой последовательности. Значит, если последовательность АН сходится, то АН ограничена. Что такое ограниченная последовательность? Давайте скажем. То есть. То есть. Существует отрезок, содержащий все члены последовательности. Члены последовательности. То есть ограничена та последовательность, которая целиком лежит в некотором отрезочке. Отрезок может быть какой угодно большой, но это некий отрезок. Вот если вы знаете, что ваша последовательность лежит в некотором отрезке, то она ограничена. Например, последовательность 1Н лежит в отрезке от нуля до единицы, поэтому она ограничена. Последовательность Н не лежит ни в каком отрезке. Почему последовательность Н не лежит ни в каком отрезке? По аксиомии Архимедов, правильно говорят. Потому что какой бы отрезок я ни взял, найдется Н больше его правого конца. Понятно? Все, вот вам пример ограниченный, вот пример неограниченный. Теперь что утверждает Тиаэма? Она утверждает, что если последовательность сходится, то она обязательно ограничена. Обязательно есть отрезочек, который ее содержит. Значит, замечание важное. В качестве такого отрезка всегда можно выбрать... Давайте такое замечание. В качестве такого отрезка всегда можно выбрать отрезок от минус С до С. То есть АН меньше либо равно С. Ну, если вы сумели в какой-то отрезок запихнуть ваши все члены последовательности, то всегда можно найти симметричный большой такой отрезок, который этот содержит. Это понятно? Да нет, конечно. Вообще здесь про самый маленький никто ничего не ведет. Но просто если вы нашли какой-то АБ, здесь лежат члены последовательности, то вы всегда можете взять вот такой от С до минус С, который его содержит. Это понятно? Значит, и так. Просто мы с вами будем использовать ограниченность и как то, что у нас последовательность лежит в отрезке каком-то, и как то, что ее члены последовательности ограничены числом С по модулю. И надо понимать, что это одно и то же. Потому что если они ограничены С, значит, они все лежат в отрезке от минус С до С. Если они лежат в каком-то отрезке, то этот отрезок целиком лежит в каком-то симметричном. Понятно? Вот. Значит, ну вот, давайте теперь докажем эту теорему об ограниченности. Ну, сначала будет доказательство такое, значит, на картинке и на пальцах, а потом напишем какой-то разумный текст. Значит, сначала не пишите, просто посмотрите. У вас вообще должно сложиться впечатление от предела последовательности, что это, во-первых, просто, во-вторых, это очень просто доказывается, и, в-третьих, это вообще просто понимается все. То есть вообще это просто. Вот если в анализе есть много разных утверждений, они не все далеко такие прям вот хоп, и любой поймет. Но вот пределы можно в начальной школе объяснять, и, в общем, ничего совсем катастрофического не получится. Вот. Значит, смотрите. У меня известно, что последовательность сходится к какому-то А. Не пишите, просто смотрите. Значит, вот есть А. Я знаю, что АН к нему сходится. Ну, окей. Давайте мы возьмем какой-нибудь интервал, содержащий А. Любой совершенно, какой хотим. Что утверждает определение? Оно утверждает, что там окажутся все, начиная с некоторого номера Н. Да? То есть вот сюда попадают все АН-ы с Н большим некоторого Н большого. Спрашивается, а где находятся А1, А2 и так далее, АН? Ну, вот про них неизвестно. Они могут попадать в этот интервал, могут не попадать. Это непонятно. Так? Но про них что известно заведомо? Что их конечное число. Значит, из них можно выбрать самый большой и самый что? Маленький. Ну, вот пусть мы взяли самый большой и самый маленький. Я не знаю, куда он попал. Может быть, внутрь. Может быть, снаружи. Самый маленький. Из вот этих. Ну, а теперь как нам предъявить отрезок, содержащий все? Ну, ежику, понятно. Надо взять левый конец. Это минимум. Из альфа и самого маленького. А правый конец надо взять как максимум из бета и самого большого. Понятненько? То есть, что надо сделать? Ну, просто вот раздвинуть и взять вот так вот. Вот отрезок, который содержит всех. Так, поднимите руки, кто понял. Записывайте доказательства. Записывайте доказательства. Можно выбрать альфа, если можем взять самый маленький? Нет. Это самый маленький не среди всех. Вот хороший вопрос. Это самый маленький и самый большой среди вот этих. Никто не запрещает, что в этом интервале здесь еще куча членов последности лежит. Поняли? Еще раз. Это самый маленький и самый большой из первых N. То есть, мы, смотрите, мы сначала так вот, ну вот как будто у вас, так сказать, вы таскаете какие-то вещи там из машины в дом, скажем. Да, ну и вы стараетесь этот процесс занунывный быстрее закончить. Вы берете сначала так в охапку побольше вещей раз и отнесли. Ну а потом то, что выпало и растерялось, вы так по одному туда дотаскиваете. Понятно? Вот здесь то же самое. Мы взяли определение предела последности и так вот в охапку, хоп, и все члены последности, кроме конечного числа, унесли. А потом, ну, те, которые рассыпались, их конечное число по дороге, мы их собрали и донесли. Вот это в буквальном смысле то, что произошло здесь в доказательстве. Сначала все заловили в интервал, а те конечное число, которые туда, возможно, не попали, из них взяли самый большой и самый маленький. И просто, если надо, раздвинули этот интервал так, чтобы он содержал все члены последности. А предел последности не является? Нет, конечно. Еще раз, замечательный пример. Один делить на n. Ноль является его элементом? Вам, вот вы имеете в виду, что вот всякие предельчики, предельчики простые, которые мы на лекции разбираем, или которые у вас там на семинарах бывают. Например, одна n, да, или последовательность, которой нет предела, минус один степени n. Это так называемые пределы от Иванушки-дурачка. Значит, они совершенно элементарные, очевидные. Но они все ваши заумные предположения точно, вот, так сказать, разобьют. Вот вы, как только вам хочется какое-нибудь суперутверждение, которое вы нигде не видели, про последовательность сказать. Вы первое, что делаете, думаете, оно для одной n вообще верно? Скорее всего, уже нет. Вот. Точно так же, вот там, лежит ли нижняя точная грань последности, принадлежит ли она последовательности? Нет, одна n. Предел принадлежит ли? Нет, одна n. Вот. Значит, вот простые примеры вас будут удерживать от всяких неверных выводов. Так, записали? Записывайте. Кто вас сдерживает? Вот. Просто всегда лучше, чтобы вы сначала поняли, потом записали то, что поняли, а не то, что дяденька на доске накалякал. Это можно так, что угодно вам здесь рассказывать, хоть китайскую грамоту. Причем даже самому не обязательно знать, можно распечатать. И по иероглифу в день. Вот. Так. Это будет наименьший отрезок, который содержит наименьший последний? Нет, никто не говорит, что это наименьший. Ну, а значит, никто не говорит, что это наименьший. Потому что альфа мы не знаем, с каким было взято оно. Самое лучшее, не самое лучшее. Но это точно будет отрезок, который содержит всех. Почему? Он содержит интервал, который содержит всех после n. И он содержит самого маленького и самого большого среди остальных. Значит, и все промежуточные между ними тоже содержат. Так. Следующее утверждение, оно очень похоже на это, называется Тиарема об отделимости. Тоже будет так сначала поймем, потом вы запишите. Значит, об отделимости. Значит, если последность а n. Давайте напишем так. Если предел при отстоящее бесконечность а n равен а, и а больше нуля, то найдется номер n, начиная с которого а n-ные больше а пополам большего нуля. Тиарема, говоря так, отделены от нуля. Поэтому Тиарема об отделимости. Если ваша последность сходится к положительному числу, то начиная с некоторого номера, все ее члены не просто положительны, а отбиты другим числом от нуля. Тиарема, значит, вот давайте мы это докажем. Но опять доказательство, это будет, вот вы ничего не пишете, смотрите, потом записываете то, что поняли. Значит, поскольку это, ну, простая наука, то, в общем, лучше просто сразу понять, что произошло. Значит, доказательство. Ну, хорошо, вот у нас есть а, вот есть ноль, вот а пополам. Возьмем вот такой интервал. Теперь смотрим, определение говорит что? По определению найдется n, начиная с которого все члены последности попадают в этот интервал. В частности, они оказываются правее его левого конца. В частности, они оказываются больше, чем а пополам. Все. Поднимите руки, кто понял. Можно по номерам теории? Да. А что там, какая буква непонятна? Если придется лажать в этот интервал. То найдется номер, начиная с которого все они больше, чем а пополам, больше нуля. Найдется номер, начиная с которого все члены больше, чем это предел пополам. То есть все члены не просто становятся положительными, они становятся больше некоторого положительного числа. Понятна формулировка? А если а от нуля... Еще раз, последовательность сходится к а. Значит, все элементы, начиная с некоторого, оказываются вот здесь. В частности, они оказываются больше, чем а пополам. Все. Все. Запишите, пожалуйста, ничего кроме того, что есть, я, если честно, добавлять не хочу. Здесь применяется определение предела к интервалу от а пополам до 3 а пополам. Я специально так делаю. Вам некоторым, может, это не нравится, что мы не пишем тут доказательств в стиле того, как раньше. Пусть там, допустим, мы его пропустим. В общем, пишем вот в таком стиле, что вам надо еще что-то понять, прежде чем запишите. Но в данном это так. Еще раз. Возьмем интервал от а пополам до 3 а пополам. Ну, чтобы симметричный был. Хотите, можете до 10 а взять. Это неважно. По определению найдется номер, начиная с которого там лежат все члены последности. Найдется номер, такой, что для любого n большего его, а n принадлежит этому интервалу. Это определение предела последности. Для каждого интервала так будет. В частности, для этого. Но если ваш а n попал сюда, то он стал больше, чем а пополам. Все. Ну, теперь, значит, следующее утверждение, это просто арифметика пределов. То, что, хотя, может быть, ну да, неважно как, можно арифметику, можно. Давайте, наверное, после отделимости, естественно, не арифметику, а про неравенство. Следующая теорема, она следствие только что рассмотренной. Называется переход к пределу в неравенствах. Если предел при н, стоящийся в бесконечность а, n равен а, предел при н, стоящийся в бесконечность b, n равен b, и найдется такой номер n, что для всякого n маленького больше n большого, а n меньше либо равно bn, то а меньше либо равно b. Ну, житейски-то очевидно, что происходит. А n сходилось к какому-то числу, значит, bn сходилось к какому-то числу, и bn были правее а n. Ну, значит, то, к чему они приближаются, тоже таким должны свойством обладать. Но это еще и можно доказать, так сказать, несложно. Доказательство. Значит, картинка. Доказательство от противного. Значит, от противного. Пусть b меньше а. Ну, рисуем. Вот b, вот а. Опять, берем интервал здесь. Берем интервал здесь. Так, чтобы не пересекались. Ну, мы умеем такое делать, правда? Так, теперь используем определение предела. Что нам говорит определение предела? Что найдется такой номер n, давайте с индексом b, такой, что для всякого n большего nb, bn принадлежат. bn принадлежат, ну, вот этот интеграл и b, этот интеграл и а. И b. Определение k, примененное, говорит, что нам? Найдется номер a, na, такое, что для всякого n большего n, а n-ные принадлежат и а. Так? Тогда смотрите, что будет выполняться для номера, который больше вот этого n и больше n a и n b. Значит, пусть n больше n, больше n a и больше n b. Возьмем натуральное число, которое больше этих трех. Тогда с одной стороны по условию, по условию, а n меньше либо равно bn, так, а по построению интервалов и а, и и b, а n, наоборот, что? Строго больше bn. Противоречия. Ну, а как этот вот набор формулок по-нормальному объяснить? Ну, у вас, начиная с некоторого номера, а n-ный здесь, bn-ный здесь. Значит, кто из них больше кого? А n больше bn. А должно быть по условию. Наоборот, все. Противоречия. Так, поднимите руки, кто понял. Ну, значит, у нас b, наоборот, больше равно а. Значит, вопрос? Или это не успели руку убрать? Значит, Важное дополнение к этому. Важное дополнение такое. В условии эти а-м, если вы а-n сделаете строго меньше bn, в заключении ничего не поменяется. Вот из этого будет следовать, что а меньше либо равно b. Нельзя из строгого неравенства получить строгое. Пример для этого 1n. 1n больше 0, но в пределе получилось что? 0. То есть нельзя утверждать, что если взяли последность положительных чисел, то и в пределе получили положительное число. Нельзя утверждать, что если взяли одну последность строго больше членов, чем у другой, то в пределе они что? Дали одно строго больше другого. Можно к одному и тому же числу сходиться вот так. Эти сходят с этой стороны, а эти сходят с этой стороны. Эти всегда больше, чем эти, но предел у них один и тот же. Вот это типичная ошибка, которую часто совершают, что думают, что будет строгое неравенство. Так, поднимите руку, кто это понял. Кто не понял, вопросы задайте, а то мы сейчас будем арифметикой заниматься вместо неравенства. А у нас в условии есть n. В условии, в условии tm. Прочитайте условие tm, у вас в тетради написано. Там написано, что найдется n большое, начиная с которого а n меньше либо равно b n. n большое взято из условия теоремы буквально. Ну, нашли в условии теоремы n, букву n большое, хорошо. Вот, так. Теперь давайте перейдем к следующему, значит. Ну, это вот в неравенствах переход к пределу. Или давайте пока отложим арифметику. Арифметика это дело заунывное, если честно. Будем там какие-то неравенства все время применять. Давайте еще что можно картинкой понять. Пока все утверждения были такие. Рисуешь картинку и очевидно, что. Давайте вот еще такую теорему докажем. Теорема. Ну, культурно она звучит так. Теорема о сходимости зажатой последовательности. Значит, но, значит, на фольклоре это звучит по-другому. Теорема о двух, ну, теперь в современном изложении двух полицейских. Ну, милиционеры закончились. Остались одни полицейские. Вот. Значит, теперь все у нас полиция. Значит, и полисмены. Вот. Теорема о двух полицейских. Ну, а культурно, если кто хочет как по-культурному, то теорема о сходимости зажатой последовательности. Значит, что, о чем она говорит? Пусть предел при n стояющей бесконечности aN равен a, предел при n стояющей бесконечности bN равен a, и существует такое n большое, что для всякого n маленького больше n большого, а n меньше либо равно cN, меньше либо равно bN. Значит, я, конечно, не пишу, но здесь можно было бы еще пять строчек написать. Пусть существуют последовательности aN, bN, cN. Ну, естественно, поскольку я их употребляю, значит, они у меня есть. Чего не так? Да ладно. Ну, вам, конечно, видней, но, значит, ну, мы попробуем так, если не получится, то сделаем на вашу формулировку. Значит, тем более, что невозможно сказать, почему должно быть, я еще ничего не сформулировал до конца. Тогда предел cN, ну, вы не поверите, это не c, между прочим, а тоже a, это явная подстава. Вот, значит, ну, это как объясняется? Ну, вот у вас есть одна последовательность, вот это один полицейский, это, значит, вот одна последовательность aN. Другая последовательность, это другой полицейский, он вообще другой, так сказать, в принципе, может быть, другим. А, значит, между ними затесался несчастный там вот, которого вот ведут, он, может быть, упирается, но его ведут, значит, вот, это cN. Они хоть полицейские разные, но они все в одном участке работают. И КПЗ у них тоже в одном участке находится. Вот туда, собственно, и ведут этого cN. Ну, и он туда, естественно, приходит. Вариантов у него особо нет. Вот, значит, вот про это теорема. Так, не, ну хорошо, хоть какие-то наши утверждения вызывают восторг. Так. На колокольме можно делать, что хочешь. Но в отличие от лектора, это наказуемо. Вот на лекции я тоже делаю, что хочу, но это обычно не имеет никаких последствий. Ну, самое грустное последствия, которое он может иметь, то, что вы ничего не знаете. Но, в принципе, это тоже не сильно зависит от того, как я рассказываю. Известно, что знаете вы или нет, зависит только от того, вы сами прилагаете к этому усилий или нет. Вот. Значит, в принципе, мы могли просто некоторое время тратить на рассказы анекдотов, там историй смешных, не обязательно теорию пределов обсуждать. Так, но тем не менее, давайте докажем. Значит, доказательство опять будет картинкой. Ну и опять, надо сначала понять, потом записать. Значит, вот у нас А. Что мы должны сделать, чтобы проверить, что последовательность ЦН сходится к А? Я должен взять любой интервал. Хотите, можете симметричный взять, хотите, не берите его. Как вам влезет, значит. И что я должен для любого этого интервала проверить? Что найдется номер, начиная с которого ЦН в нем что? Лежат. Понятно, да? Значит, вот буквально что мне надо проверить. Что с некоторого номера ЦН принадлежат этому интервалу. Значит, вот я взял интервал альфа-бета. Но что я знаю? Я знаю, что начиная с некоторого номера там лежит АН. Так? Почему он там лежит? Почему там лежат все АН, начиная с некоторого номера? По определению написано, АН сходит с К. То же я знаю, что там обязательно лежит БН, начиная с некоторого номера. Опять по определению, что БН сходится опять к А. И еще я знаю, что начиная с некоторого номера ЦН лежит между БН и АН. То есть где-то здесь ЦН. Он между ними. Но если у вас две точки попали в интервал, то то, что между ними, то же что? Попало в интервал. Ну вот как я помню, мне рассказывали старую историю, когда вот двоечник один сдавал. Матан. Или двоечница. Я не помню. Ему хотели уже просто... Ну достал, он ходил на эти сдачи каждый раз и уже не знали, что с ним делать. И выгнать не получается. И знать не знает. Ну вот надо поставить тройку. А он ничего не может. Ему говорят. Вот 2 плюс 2, 4. 3 плюс 1 тоже что? Он говорит, 4. Все. Тройка свободен. Вот у вас точно так же. То же что? Значит вот ЦН тоже что? Внутри этого интервала. Понятно? Значит как теперь записать это строго? Смотрите. Для всякого... Для всякого интервала альфа-бета, содержащего А, существует номер N, А, начиная с которого АН принадлежат этому интервалу. Существует номер N, Б, начиная с которого БН принадлежат этому интервалу. Теперь возьмем в качестве номера N, скажем, с волной, возьмем максимум из N. Опять откуда взялось N? Из нестертого условия. Вот там есть N. Начиная с которого будет некое неравенство выполнено. Из N, А, N, B. И что тогда будет выполнено для всякого N, большего N с волной? Мы получим следующее. Альфа меньше АН, АН меньше ЦН, ЦН меньше Ливанова, БН, А, БН меньше Бета. Ну, теперь смотрим вот сюда и видим, что ЦН принадлежит интервалу альфа-бета. Все. Значит, мы научились находить номер, начиная с которого ЦН лежат в интервале альфа-бета. Ну, вот это запись слов. Вот как видно, словами вообще все просто. Когда надо что-то записать, какие-то кучи букв появляются. Так, поднимите руки, кто понял. Так, хорошо. Значит, эта теорема, она вообще-то относится к теоремам существования предела. Но вы ее чаще всего используете для вычисления пределов. Вот давайте мы, например, с помощью нее что-нибудь найдем. А то, ну, полезно, чтобы были какие-то примерчики. Не просто так сказать, одна теорема за другой. А то к концу лекции кто-нибудь скажет, ну вот, на этой лекции нам десяток теорем доказали и что-то еще хотят нас. Хорошо, не буду. Значит, я вот здесь напишу. Пример. Вот давайте докажем, что корень n-ой степени из 2 его предел равен единице. Значит, ну как докажем? Смотрите, 2 это, как известно, 1 плюс 1. Отсюда сразу следует, что корень n-ой степени из 2 это больше единиц. Вот. С другой стороны, мы с вами знаем, что 1 плюс x в степени n больше либо равно 1 плюс nx. Называется неравенство. О, слушайте. Уже можно колоквейм проводить. Так. Значит, ну, заменим nx на букву y. И извлечем корень n-ой степени из правой и левой части. Получится корень n-ой степени из 1 плюс y меньше либо равен 1 плюс y разделить на n. Вот такой тоже полезный вариант неравенства Бернули. Понятно, как получилось? Корень n-ой степени извлекли из обычного неравенства Бернули и заменили nx на новую переменную. Ну, x был любой там, скажем, если x был любой положительный, то y будет любой положительный. Готово? Теперь здесь-то применим. Что получится? меньше либо равно 1 плюс 1 разделить на n. Так. Значит, что мы знаем? x стремится к единице. Теперь надо понять, почему вот x стремится к единице. У нас с вами арифметики не было еще, но мы явно проверим, что x стремится к единице. Что надо сделать? Надо научиться проверять, что 1 плюс 1n минус 1. Можно сделать меньше ε, начиная с некоторого n. Но это неравенство, это просто 1n и меньше ε. Мы с вами знаем, какое надо взять n, чтобы это неравенство было выполнено. Какое? Любое больше 1 ε. Все. По теоремии о двух полицейских это тоже сходится в единичке. Вот пример того, как это работает. Ну вот теперь видно, что нас сильно сдерживает отсутствие арифметики, и надо бы нам ее с вами ввести. Значит, пусть предел при n стремящейся бесконечность a n равен a, и предел при n стремящейся бесконечность b n равен, вот как вы хотели, b. Дальше, тогда первое, а n плюс b n давайте словом предел напишем, предел a n плюс b n равен a плюс b. Второе, предел a n умножить на b n равен a умножить на b. И третье, если b n не равно нулю, и b не равно нулю, то предел a n разделить на b n, при n стремящейся бесконечность, равен a разделить на b. Доказательства. Ну, смотрите, значит, доказательства, они однотипные, но, в общем, это стоит один раз проделать весьма подробно. Значит, доказываем первое. По условию, по условию, для всякого ε большего нуля найдется такое n a, что для всякого n большего n a, а n минус a меньше ε. Возьмем теперь номер. Значит, пусть n большое это максимум из n a и n b. Значит, для всякого n большего n большого. Что мы знаем? Мы знаем, что a n отличается от a меньше, чем на ε. Мы знаем, что bn отличается от b меньше, чем на ε. Ну и давайте теперь оценим, насколько отличается сумма a n плюс b n от суммы a плюс b. Перегруппируем слагаемые. Перераспределив просто a к a n, b к b n. Воспользуемся неравенством треугольника. Неравенство треугольника. Значит, это будет a n минус a плюс модуль b n минус b. А теперь воспользуемся тем, что n больше n большого. Что для каждой из этих разностей мы знаем, что их модуль меньше ε. Получаем, что это меньше 2 ε. Меньше 2 ε. Первое доказано. Я для всякого ε больше 0 умею находить номер n большое, начиная с которого разность a n плюс b n и a плюс b по модулю меньше 2 ε. Некоторых из вас должно вообще немножко смутить заявление, что мы тут доказали все по определению предела. Ведь в определении предела, как сказано, для всякого ε что-то там меньше ε. Правда? Для всякого ε найдется номер, начиная с которого какая-то штуковина меньше ε. Так? А мы доказали меньше 2 ε. Кто понимает, что ничего страшного не произошло? ε любое. Любое. Всякое. Какое хотите. Можно, если вы умеете по ε выдавать оценку с 2 ε, но теперь просто эту машину чуть-чуть улучшаем. Пусть ей на вход, когда вы говорите, хочу оценку для ε, она на вход получает ε что? Пополам. Поэтому на выходе будет меньше ε. нет разницы, какая здесь будет стоять константа. Вы всегда эту константу можете убить с помощью ε. Понятно? Вот это надо усвоить, потому что я никогда не буду стремиться, чтобы заявлено было ε и получилось строго меньше ε. Каждый раз ε будет умножаться на какие-то константы. И вы должны осознать, что это никак не важно, никак не страшно, потому что на входе ε он произвольный, возьмите его просто на входе в два раза меньше, чем вам нужно. Получите здесь оценку меньше ε. Вот. Теперь второй пункт докажем. Значит, второй пункт давайте начнем доказывать с конца. Вот здесь я рассказал так, как будто я наизусть знаю, как надо доказывать. И вам вот сходу просто говорю, вот запасем, какие надо номера, когда все будем оценивать, все получится. Но когда вы на самом деле проверяете в действительности там предел такой, как вам сказано или нет, вы всегда начинаете с чего? С того, что вам нужно. Вот вам в определении предела надо, чтобы разность по модулю была меньше ε. И вы когда доказываете, что некий предел вот такой, вы начинаете именно с неравенства, потому что его надо проанализировать, чтобы понять, для каких n оно выполняется. Вот давайте мы начнем здесь с неравенства, которое нам надо сделать. Нам надо оценить разность anbn минус ab. Значит, мы хотим научиться для всякого ε находить номер, начиная с которого эта разность меньше ε. Как это сделать? Ну давайте здесь добавим и вычтем одно и то же. anbn минус abn плюс abn минус ab. Ничего не поменялось. Видно, да, вот эти слагаемые, они взаимно сокращаются. Теперь применяем неравенство треугольника. Получается, ну и выносим из первых bn. Здесь будет an минус a. Из вторых выносим a. Будет a на bn минус b. А вот теперь становится понятно, как находить нужный номер n. Выберем n, что вот это будет меньше ε. Вот это будет меньше ε. С этим слагаем вообще все отлично, потому что на константу умножается это ε. А вот здесь непонятно, поскольку bn от n зависит. И может оно как-то так меняется, что портит нам всю, так сказать, картину маслом. У нас здесь меньше ε, а это начнет это ε портить сильно. То есть мы ε к нулю, а bn и р, хоп, бесконечность куда-нибудь. Почему так не произойдет? Потому что мы знаем, если последовательность сходится, то она что? Ограничена. Значит, нам для того, чтобы выбрать номер n, надо будет воспользоваться двумя вещами. Первое, тем, что an сходит с k, и bn сходится к b. И второе, что bn ограничена. Вот теперь понятно, какие номера нам надо заводить. Значит, дальше пишем вот здесь. По условию для всякого ε найдутся такие, что выполнены вот эти неравенства. Значит, к этому надо добавить. Кроме того, bn ограничена последовательность, то есть bn по модулю меньше либо равно c для всех n. Для всех n. Меньше либо равно некоторого c для всех. Это просто формальная запись того, что она ограничена. Мы сегодня это обсуждали. значит, пусть n с волной это максимум из n, a, n, b. Для всякого n маленького больше n с волной, что же мы имеем? разность a, n, b, n минус a, b оценивается. Значит, даже строго будет оцениваться. Но давайте, чтобы она строго оценивалась. Вот здесь c будем считать больше нуля. Значит, как будем оценивать? Ну, смотрите, это оценивается ε, это оценивается c. Что у нас получается? c на ε плюс, ну, модуль а никуда не девается, пусть как есть, модуль а опять на ε. Получилось c плюс модуль а на ε. Опять я получил, что для всякого ε разность меньше, чем какая-то константа умножить на ε. Как мы с вами уже обсудили, константа роли не играет. Все, значит, доказано. Так, поднимите руки, кто понял. Ладушки. БН, ограниченная последовательность. И, наконец, третье. Третье из этих всех самое сложное. Значит, мы не будем доказывать третье прямо в том виде, в котором оно записано. Поскольку мы уже доказали второе, то достаточно проверить, что предел при n, стоимяющейся в бесконечность, 1 разделить на БН, это 1 разделить на Б. Почему это достаточно проверить? Потому что теперь вместе со вторым это даст, что АН делить на БН сходит с К делить на Б. Значит, по условию Б не равно нулю. Будем с вами предполагать, пусть Б больше нуля. В случае меньше нуля сводится к рассмотре умножения на минус 1. Всегда можно вместо БН рассмотреть последовательность минус БН. Умножение на минус 1 по второму свойству не влияет на сходимость. Поскольку минус 1 сходится к минус 1. Вот. Поэтому можно всегда считать, что Б больше нуля. По теореме об отделимости существует такое Н что для всякого Н большего Н ноликого БН больше Б пополам большего нуля. Это мы с вами сегодня в начале лекции доказывали. Кроме того, по условию для всякого Эпсилон большего нуля существует номер Н Б такой, что для всякого Н большего НБ разность БН минус Б меньше Эпсилон. Ну это мы просто расписали, что предел какой надо. Ну а теперь давайте оценим. Значит, пусть у нас Н с волной это максимум из Н ноликого и НБ. для всякого Н большего Н с волной что у нас выполнено. Начинаем оценивать. 1 на БН минус 1 на Б приводим к общему знаменателю. Значит, поскольку у меня Н больше Н с волной, то я знаю, что БН положительный. Правильно? Ну а Б положительный по нашему предположению. Получается БН умножить на Б я модуль не пишу а вверху разность БН минус Б по модулю. Теперь БН больше, чем Б пополам. Значит, если я в знаменателе поставлю Б пополам, то знаменатель станет меньше. А значит, дробь станет больше. Значит, БН минус Б больше либо равна. Никто не мешал числителю нулю равняться. так, значит, это будет на что? Б в квадрате на 2. А теперь я знаю, что модуль БН минус Б оценивается чем? Эпсилон. Получилось, что это меньше 2 Эпсилон делить на Б в квадрате. Опять, 2 делить на Б в квадрате это константа, которая ни на что не влияет. И я научился для всякого Эпсилон большего нуля предъявлять номер Н, начиная с которого разность меньше 2 Эпсилон делить на Б в квадрате. То есть проверил, что 1 делить на Б сходится к 1 делить на Б. Вот. Так, подняйте руки, кто это понял. Но это большинство обычно всегда понимают. Теперь, да. А как строго сказать константа в квадрате в квадрате? То есть, там, экзаменатор, допустим, скажем, почему? Если экзаменатор стал спрашивать, почему все дело плохо. Смотрите, не-не, объясняю. Значит, что означает, что вы умеете доказывать, что последовательность сходит с каком-то, значит, вот возьмем какую-нибудь последовательность xn. Вы хотите доказать, что xn сходит с x. Но вы научились делать следующее. Вы по эпсилону любому, который вам дают на вход, да, какими-то своими преобразованиями на выходе вы даете номер n от эпсилон, такое, что для всякого n большего этого n от эпсилон, у вас разность xn-x оказалась меньше, ну, давайте, какой-то c на эпсилон, где c больше нуля. даже там больше либо равно можно сказать, да, но если равно нулю, то вопросов нет, а вот если больше нуля, значит, что получается, что вы можете этим дальше делать? Вот, получилось, вы, у вас, вместо того, чтобы выдавать, а вам надо придумать такую, что по входу эпсилон выдает номер n эпсилон, начиная с которого xn-x меньше эпсилон. Спрашивайте, как вам с помощью этой машины изготовить такую машину? Ну, ответ простой. Вот вам дали на вход эпсилон больше нуля. Вы говорите, окей, смотрим вот сюда, с эпсилон делить на c. Понятно, да? Это выдает номер, начиная с которого вот с этим эпсилон делить на c, начиная с которого вот это будет вот так, а значит будет, что меньше эпсилон. Вот этот номер мы вот сюда и возвращаем. Ясно? Вот, поэтому можно не заботиться, поскольку всегда, если на любой эпсилон на вход посылаешь, ну, просто посылай эпсилон делить на ту константу, которая выскочила. Так, с этим разобрались, с этим лучше смириться сначала, чем потом каждый раз мучиться. Так, слушайте, мы, по-моему, почти все про пределы-то узнали. Тут больше даже, ну, пример надо какой-то приводить обычно на пример. Ну, давайте найдем предел п-н, по-моему, н-2018-й, плюс н-2017-й, плюс 1, делить на н-2018-й, плюс н-2015-й, плюс 2. Значит, делим числитель и знаменатель на н в нужной степени, а именно на н-2018-й. И видим 1 плюс 1 н-ая плюс 1 н-ая в 2018-й. Здесь будет 1 плюс 1 н-ая в кубе плюс 2 умножить на 1 н-ую в 2018-й. А теперь используем арифметику пределов. Числитель это единичка, это 0, это 0 в пределе. Здесь единичка, 0, 0. Все. У нас числитель сходится к нулю и знаменатель сходится к нулю. Ну, в смысле к единице. Числитель сходится к единице и знаменатель сходится к единице. Значит, предел будет по правилу арифметики пределов единичка. Вот выдающееся достижение благодаря этой теореме. Значит, То есть можно такие вот пределы считать, не сводя все к определениям. Значит, на этом такая вот самая простая теория предела заканчивается. Значит, теперь хотелось бы пообсуждать не то, как предел вычислять, это в общем редко когда удается, а как в принципе узнавать, что предел есть. Значит, этому посвящено много разных результатов, когда предел есть. Но вот давайте самый простенький из них сформулируем. Значит, теорема Вейерштрасса. Значит, если последовательность АН не убывает и ограничена сверху, то существует предел при настоящей бесконечности АН. И этот предел равен точной верхней грани значений АН. То есть эта теорема не просто говорит, что предел есть, а она даже сообщает, чему он равен. Но от этого, правда, не шибко легко, потому что, что вычислить предел, что вычислить эту точную верхнюю грань, это задача одинаковой сложности. Вот. Но тем не менее, вот такой вот теоретически окончательный результат. Аналогичный, верный для невозрастающих последовательностей. Давайте я тоже это сформулирую. Значит, если последовательность АН не возрастает и ограничена снизу, то существует предел преимущественной мяческой бесконечности АН, и этот предел равен нижней точной грани значений последовательности АН. Доказательство этого факта очень простое. Давайте сначала вот картинку нарисуем. Значит, вот у нас идут отсечки-то, номера элементов последовательности. Значит, и пусть у нас последовательность ограничена сверху, да, и не убывает. Но это что означает? Ну, что она как-то вот так себя ведет. Правда? Такая последовательность, вот точки такие, они не убывают так раз, но не уходят на бесконечности, сверху каким-то уровнем, да, ограничены. Значит, из этих уровней мы знаем по теореме Верштрасса, вот той самой, которая принцип полноты, помните, была, всегда можно выбрать самый лучший уровень. Это супремум этих АН. Вот. Ну и пока не пишите, я потом запишу доказательства. То есть даже не будет так, что вам надо самим записать то, что понял. Значит, пока просто посмотрите и поймите, что происходит. Это точная верхняя грань. А теперь вспоминайте, как мы доказывали, что множество натуральных чисел не ограничено сверху. Вот сейчас будет то же самое. Берем, отступаем от этой грани вниз на эпсилон. Вот этот уровень, он уже не то, что не точная грань, он даже не верхняя. Не верхняя грань. Значит-то есть обязательный элемент последовательности, который лежит где? Выше. Но они не убывают. Поэтому если один забрался выше, то начиная с него все остальные тоже где? Тоже выше. Но что значит выше? Значит, они же выше в верхней грани быть не могут. Значит, они все отличаются от нее на эпсилон. То есть вот он, номер N, начиная с которого отличие меньше, чем эпсилон. Поднимите руки, кто понял. Ну вот. Но сейчас мы просто вот это наблюдение и запишем. Это все доказательства. Значит, давайте запишем. Значит, доказываем мы только про неубывающие, потому что про невозрастающие все то же самое, только с точной нижней гранью. Значит, итак. Так как множество значений АН ограничено сверху, то по принципу полноты Вейерштрасса существует точная верхняя грань АН. Обозначим ее А большое. Для всякого эпсилон большего нуля число А минус эпсилон не является верхней гранью. Не является верхней гранью. следовательно, существует А с индексом N большое больше, чем А минус эпсилон. Теперь пользуемся монотонностью. Из-за монотонности АН-го верно, что А минус эпсилон, которое меньше АН, меньше либо равно АН для всякого N большего N большого. Что мы получили? Значит, таким образом, для всякого N маленького больше N большого, АН больше, чем А минус эпсилон и меньше либо равен А. Почему? Потому что А это верхняя грань. Так как А верхняя грань. Но это и есть определение предела последовательности. В буквальном смысле, это и есть то, что нужно. Значит, да, здесь написано, что АН минус А меньше эпсилон. Мы научились для всякого эпсилон находить номер, начиная с которого АН минус А меньше эпсилон. Доказательства для не возрастающей последовательности вам оставляется в качестве упражнения. Его полезно проделать. Я вообще, ну, надеюсь, что это действительно вам очевидно. Это именно должно быть прямо вот очевидно. Прямо вот проще утверждения не бывает. Проще только таблица умножения, которую вам Майя Иванова в начальной школе у вас долбивала. Поэтому, ну, это надо осознать. Это очень полезное утверждение. Значит, вот давайте мы им пример приведем сначала. какой-нибудь для применения этого утверждения. Пример. Вот какой бы нам пример привести? Ну, вот обычно положено приводить следующий пример. Значит, важнейший пример применения. Рассмотрим последовательность АН вот такого вида. 1 плюс 1 разделить на Н в степени Н. Значит, проверим, проверим, что АН возрастает, возрастает и ограничена сверху. Значит, проверим, что эта последовательность возрастает и ограничена сверху. Ну что, ну давайте смотреть, что же за последовательность такая. Давайте распишем это выражение с помощью бинома Ньютона. Значит, как будет выглядеть это с помощью, если расписать, как бином Ньютона. с бином Ньютона. Пока от нуля до Н, С из Н пока 1 разделить на Н в степени К. Вот я просто раскрыл это по биному Ньютона. Теперь давайте посмотрим, а что здесь стоят за слагаемые. Значит, распишем это подробно. Значит, что такое С из Н по К? Значит, это Н факториал, К факториал, Н минус К факториал. Так, значит, ну, как бы нам с вами это поупростить? Значит, давайте мы сократим немножко факториалы. Значит, а именно сделаем так. Оставим К факториал, оставим пока Н в степени К, это никуда не девается. А Н факториал, Н минус К факториал, подсократим. Значит, какие здесь сократятся? все от единицы до Н минус К, правда? Значит, какие останутся? Останется Н, Н минус 1, а последнее будет Н минус К минус 1. А, плюс, там скобочки. Так, поднимите руки, кто понял, что я сделал. Хорошо. Теперь еще одно незамысловатое действие. Считаем, сколько здесь множителей. Начинается счет с нуля. Ну, это как, вот знаете, да, сколько пальцев на руке? 0, 1, 2, 3, 4. Вот так же и здесь. 0, 1, так далее, К минус, значит, К, правда? Ну, как, откуда? Бином Ньютон положено. 1 плюс Х в степени Н. С из Н по К на Х в степени К. Кто у нас в качестве Х выступает? Одна Н. Значит, теперь вот здесь К скобочек. И я в каждую скобку внесу буковку Н. Что получится? Сумма по К от нуля до Н, а здесь будет 1, 1 минус 1 Н, 1 минус К минус 1 делить на Н. А здесь останется К факториал. Увидели? Так, поднимите руки, кто это понял. Это очень сложные алгебраические действия, просто на грани фантастики. Ну, для тех, кто не освоил дроби и упрощения рациональных выражений, это безнадежно. В это можно просто поверить. Сложность сравнимая. Значит, ну, понимаете, на самом деле, больше ничего делать-то не надо, как мы увидим. давайте посмотрим на слагаемые. Что происходит, когда Н увеличивается? Что происходит, когда Н увеличивается? Смотрите, что происходит с каждой скобочкой? Скобочка вида 1 минус М на Н. Что с ней происходит? Эта дробь уменьшается, значит, вычитается меньше и меньше, значит, это увеличивается. Правильно? Значит, каждая скобочка здесь увеличивается. Значит, каждая из этих слагаемых что? Увеличивается. И плюс к этому число слагаемых тоже что? Увеличивается. Значит, получается, что каждая слагаемая растет. И количество слагаемых растет. Все. Из этого следует, что эта последовательность 1 плюс 1 Н в степени Н возрастает. А? Нет. Смотрите. Слагаемые это все целиком. Дробь вся эта слагаемая. Видите, впереди слово сумма написано. Сумма, как известно, чего? Слагаемых. Значит, вот сумма вот таких слагаемых. Каждая слагаемая только увеличивается с ростом Н, но и слагаемых становится что? Больше. Потому что К будет меняться не от нуля до чего? до Н плюс 1, там еще добавится положительное слагаемое. Значит, эта сумма вся вырастет. Первое условие, что она возрастает, мы доказали. Поднимите руки, кто это понял. Учтите вам это рассказывать, между прочим. Так, кто не понял, в чем вопрос? Как факториалы, что? А? Как факториалы, что? Нет, смотрите, у нас же К не меняется, но вы, когда напишите следующую сумму, у вас будут такие же точно слагаемые, но только плюс еще одно. У вас точно так же, как и раньше, будет слагаемое с К равным нулю, с К равным один, два и так далее. Понятно? Вот. Значит, и так, мы поняли, что каждая слагаемая возрастает, их количество возрастает, значит, все растет. Теперь еще одно важное наблюдение. Все скобочки, которые здесь написаны, они не больше единицы. Согласны? Ну, там один минус что-то. Так? Значит, на самом деле вся эта сумма, давайте я это отдельно лучше напишу. Значит, давайте напишем. Каждая слагаемая не превосходит один делить на К факториал. Значит, все выражение, которое у меня есть, значит, следовательно, один плюс одноэнная в степени Н не превосходит суммы пока от нуля до Н один на К факториал. Понятно, да, куда делись скобочки остальные? Единичкой заменились. Теперь надо понять, а эта сумма чем-нибудь ограничена или нет? Ну, давайте мы ее напишем, как она выглядит, эта сумма. Значит, ну, будет сначала один, потом будет, на удивление, опять один, потом будет один на два факториал, плюс один на три факториал, плюс и так далее, плюс один на Н факториал. нам надо как-то оценить факториалы разумным образом. Ну, вот давайте оценим. Упражнение. К факториал больше либо равно, ну, давайте мы сообразим, 2 в степени К минус 1. Ну, давайте мы только поймем, что мы с вами не ошиблись. Значит, для этого базу надо только проверить. Почему достаточно только базу проверить? потому что на шаге я здесь буду умножать на К плюс 1, а здесь всего лишь на двойку. Поэтому это будет расти быстрее, не разница сохранится. Но по К равным единице здесь получается 1, и здесь получается тоже, на удивление, 1. Правда? Значит, упражнение доказать это по индукции. А мы этим будем пользоваться. Как будем пользоваться? но мы скажем, что вот эта сумма не превосходит 1 плюс 1. Дальше 1 вторая будет не превосходить на удивление тоже 1 и 2. 1 третья будет не превосходить скайки. 1 на 3 факториал будет не превосходить 1 4. Ну, и так далее. Давайте даже заменим, пусть здесь будет и так далее, действительно. Это что такое написано? бесконечная геометрическая прогрессия. Но Май Иванов в школе учила, чему равно сумма 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая и так далее. Это будет все вместе складываться точно будет не больше единички. Это может даже без Май Иванов в принципе вот есть середина отрезка. Вы к нему добавляете четвертинку, добавляете восьмушку, добавляете шестнадцатую. Ясно, что сколько вы так не сделали, вы никогда не превзойдете единицу. Значит получилось 1 плюс 1 плюс 1 то есть 3. Итак, мы доказали, что эта последовательность не только строго возрастает, но и ограничена тройкой, а значит она сходится. И вот тут мы так сказать можем написать определение. А почему у нас сумма вот этой меньше либо равной единицы, но сумма единицы и вот это сумма меньше либо единицы. Ну, это же меньше единицы. Ну, а, ну, хорошо, меньше. Ну, либо равно это можно строго меньше написать, оно же до единицы никогда не до топовый. Так, значит, смотрите, определение. Так, ну, давайте, значит, определение. Предел при n стримяющейся бесконечности 1 плюс 1 n в степени n равно е. Называется число е. Число е. Значит, просто по определению. это число, которое есть предел такой последовательности. Мы про него только что выяснили, что е меньше тройки. В силу того, что последовательность возрастает строго, то она, конечно, больше, чем она при n равном единице. При n равном единице будет двойка. Значит, мы знаем, что е больше двойки, меньше тройки. Но, если посидеть с калькулятором и повычислять, например, с помощью этого, хотя это не самый лучший способ, то вы узнаете, что е это будет 2, 7, 1828, 1828 и так далее. Ну, и там наверняка все знают, что это год рождения Льва Николаевича Толстого. Вот так можно запомнить, когда родился Лев Николаевич Толстой. Просто число е надо вспомнить. Вот. Значит, число е возникло не просто так, оно, значит, я вот, у меня есть еще немножко времени, кажется, или уже нет? Нет. Ну, неважно, все равно есть. Значит, смотрите, такое упражнение, чтобы понять, откуда возникает число е. Значит, в банк под проценты положили рубль под 100%, а потом предложили другую схему выплат. Разделили этот участок на 100 частей и в каждой засечку выплачивали 1% от суммы, которая к этому моменту накопилась. вопрос, где в конце, у какой схемы будет больше прибыль и какая будет прибыль? Значит, ну, вот здесь, я думаю, все могут сообразить, это 2 рубля, да, будет? Вот, а посмотрите, сколько здесь получится, и вы увидите, откуда взялось число е вот в таком определении. Так его, собственно, получал Бернули. Все на сегодня. Вот, и в ... Продолжение следует...